Мы продолжаем сегодня наши беседы на библейском портале «Экзегет» по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем исследовать седьмую главу этого Евангелия. Здесь продолжается Нагорная проповедь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в начале седьмой главы мы находим следующие слова «Не судите, да несудимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». Суд, сказанное в Библии, это дело Божие. Человек не имеет права осуждать другого человека, он даже не имеет права осудить самого себя. Человек может прийти на исповедь, рассказать о своих грехах, но вот принять решение, причащаться ему или нет, это будет в воле того священника, который принимает исповедь. И если человеку нет права даже совершать суд над самим собой, то тем более, как он может осуждать других людей. Тем более, что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам, о чем мы здесь и прочитали, «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить». Григорий Богослов писал, что людям свойственно осуждать других людей в своих собственных грехах. Поэтому человек нецеломудренный всегда будет говорить о нецеломудрии других людей. Человек, который нечисто на руку, он будет говорить о том, что все вокруг берут чужое, все коррумпированные. И даже в нашем народе есть пословица «На воре и шапка горит». Поэтому мы, христиане, должны именно предоставлять месту суду Божию. А Господь сам говорит, «Мне отомщение, я вас дам». И далее мы читаем, «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Здесь как раз и говорится о том, что человек, если он что-то замечает у другого, оно сродни тому, что присутствует в нем. Он замечает сучок в глазе другого человека именно потому, что в его собственном глазу целое бревно. Но, конечно, это некие такие метафоры, которые указывают на то, что человеку нецеломудренному кажется, что все вокруг нецеломудренны. Человеку нетрезвому кажется, что все ведут какой-то нетрезвый, такой же аморальный образ жизни. И христианин не должен смущаться от того, что кто-то плохо о нем говорит. Скорее всего, все эти слухи будут характеризовать тех людей, которые плохо говорят о христианине, не касаясь его самого. И апостол Павел пишет, «Мне все равно, как обо мне судят другие люди, я и сам никого не сужу». И так Христос называет таких людей, которые осуждают других, лицемерами. Но возникает сразу резонный вопрос, а если человек все-таки совершает серьезные преступления, разве не предусмотрена некая процедура обличения такого человека? Да, она предусмотрена. Христос говорит, если имеешь на брата, пойди обличи один на один. Если послушается, приобрел ты брата. Не послушается, возьми двух-трех, дабы при устах двух-трех свидетелей обличить его. Если не послушается, тогда обличи перед церковью. Но если, минуя вот эту процедуру, мы начинаем осуждать человека, говорить о нем что-то плохое, сразу надо оговориться, а зачем мы это делаем? Может быть, мы хотим опозорить этого человека? Ава Дорофей учит, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для этого человека слов исправления. Далее мы читаем, Христос учит, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. О чем это? Мы должны оберегать святыню своей веры. В Библии не сказано, что мы должны проповедовать всем подряд. Это кто-то из неопротестантов придумал. В Библии сказано, в какой город придешь, узнай, кто достоин, приди к нему в дом и приветствуй этот дом словами «Мир вам». И если они примут вас, то мир Божий почаёт на них. А если не примут вас, отрисите прах от ног ваших и идите дальше. Иными словами, мы не должны с каким-то комсомольским энтузиазмом бегать по городу или по селу, где мы живём, и всем навязывать буквально наши вероубеждения. Мы должны всматриваться в людей. И вот о Христе говорится, он посмотрел на него, он оглянулся на него, и потом Христос совершает какие-то действия. Поэтому, чтобы оберегать святыню нашей веры, действительно не надо давать святыню псам и не надо бросать жемчуга нашей веры перед свиньями, то есть те, которые поведут себя агрессивно, как псы, или нечестиво, грязно по отношению к нашему вероучению, как свиньи. Ибо пёс есть символ агрессии, а свинья в библейском контексте – это символ нечистоты, нечистоплотного поведения. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдёте, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и страждущему отворят». Здесь говорится о том, что если у нас есть какие-то насущные проблемы, то мы должны просить у Бога. И если мы будем просить, уповая всё-таки на волю Бога, то получим то, что просим. А если мы не получаем то, что мы просим, это может быть только потому, что Бог лучше нас знает, что действительно для нас полезно, а что нет. Поэтому, прося что-либо у Бога, мы уповаем всё-таки на волю Бога. Давайте вспомним гефсиманское борение Христа, когда он сначала молился, «Доминует меня чаша сия», а под конец молитвы возложил всё упование на Бога Отца, сказав, «Впрочем, да будет не моя, но твоя воля». А апостол Павел в послании к римлянам прямо пишет, «Вы не знаете, как молиться, но сам Дух молится вас воздыханиями неизреченными». Поэтому наша молитва, она должна быть правильной молитвой. Правильная молитва православного понимания – это каноническая молитва, когда утром и вечером православные христиане по молитвеннику произносят одни и те же слова, одни и те же прошения перед Богом и осознание того, что любая молитва – это часть общецерковной соборной молитвы, это осознание должно вдохновлять человека, когда он молится, ибо в этот самый момент с этими же прошениями к Богу обращаются и другие его братья и сёстры. И далее Христос говорит, «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Итак, Бог не оттолкнёт человека, который обращается к нему с любым прошением, с любой молитвой, но Бог даст нам именно благо. А если мы просим что-то не на благо, а во вред самим себе и во вред другим, Господь скорее нас от всего этого удержит. И это тоже библейская реальность, которую мы должны осознавать. Собственно говоря, отказ от молитвослова, то, что мы наблюдаем у неопротестантов, отчасти у самих протестантов, это всё-таки не библейская традиция. Библейская традиция устанавливает, что посреди Библии мы имеем молитвослов, это псалтырь. Библейская традиция устанавливает, что Иоанн Креститель научил своих учеников в молитве, и сам Сын Божий Христос предложил им молитву, так называемую молитву Господня, Отче наш. И когда Сын Божий был на кресте, он молился словами из псалтыри, известной псалом царя Давида, «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» Этим самым Христос научает и нас, в самые трудные моменты нашей жизни обращаться к священным молитвенным текстам, которые будут менее субъективны, они абсолютно будут объективны, ибо это словеса, которые сам Дух Святой подсказывал составителям этих молитв, этих псалмов, как правильно нам в молитве обращаться к Создателю. И далее мы читаем, «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Известна предыстория этого текста. Еще до активной деятельности Христа Спасителя в иудейском народе были две школы, это школа Шамая и школа Гелили. Это были богословские школы, и школа Шамая была очень такая ортодоксальная, очень строгая. И один язычник пришел в школу Шамая и сказал, «Вы, евреи, очень долго объясняете ваши законы, а вот вы можете мне изложить суть веры, пока я буду стоять на одной ноге?» Его прогнали из школы Шамая. Тогда он пошел к Гелелю, в его Ишиву, в его школу, и сказал, «А вы сможете мне изложить всю суть закона и пророков, пока я буду стоять на одной ноге?» И Гелел ему сказал, «Не делай другому того, что ты сам себе не желаешь». А что здесь делает Христос? Он эту пассивную позицию, «Не делай» превращает в активную. «Делай». Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте, то есть делайте, и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. То есть христианская праведность по отношению к ветхозаветной, пассивной праведности, христианская праведность всегда активная, я бы даже сказал, наступательная, потому что в христианстве даже отсутствие добра является грехом. Как в Новом Завете сказано, кто может делать добро и не делает, то грех. Далее Христос говорит, «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узык путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Действительно широкий, пространный путь, он влечет очень многих людей за собою. Но философия толпы, настроение толпы – это совсем не то, что мы называем, собственно говоря, духовностью в христианском понимании этого слова. И духовность, она действительно не является выражением инстинктов многих. Если хотите, духовность – это некий такой штучный товар, когда Бог сам призывает отдельно взятых людей, чтобы они пришли к Нему и успокоились у Его ног. Широкий пространный путь – это выбор толпы, а толпа всегда изберет вораву, человека-убийцу, а по отношению к Иисусу Христу инстинкт толпы всегда будет требовать распять, распять, распять Его. Христианский выбор, христианское решение – это выбор немногих и решение немногих. И Христос, успокаивая христиан, первый христиан, апостолов, Он говорил, «Не бойся, малое стадо, Отец благоволит дать вам небо». И далее мы читаем «Предостережение Христа» «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Лжепророки – это были ложные учителя, которых всегда было во множестве в Древнем Израиле и в книгах царей описывается, как, например, однажды только один пророк был Божий, это пророк Иеремия, а против него пророчествовали десятки и десятки пророков, которые говорили обратное тому, что говорил один единственный пророк Божий Иеремия. Но лжепророчество познается по плодам. То, что говорил Иеремия, оно исполнилось, а то, что предсказывали ложные пророки, оно не увенчалось никаким успехом. Лжепророки – это и те люди, которые что-то обещают на перспективу. Наша страна когда-то находилась в таком состоянии, когда нам обещали всем светлое будущее, и люди с невероятным энтузиазмом строили это светлое будущее, и во имя этого светлого будущего они превращали свою жизнь в настоящий ад, и подвергали гонениям и даже смерти многих тех, которые не имели такого же энтузиазма. Дух лжепророчества обнаруживается и тогда, когда какая-нибудь предвыборная кампания приближается, все начинают что-то обещать. Обещать наперед. Они как бы нагромождают какие-то горы обещаний бесконечных, и, казалось бы, если мы только отдадим голос какого-то такого человека, то все наши проблемы будут разрешены. Но реально, как мы знаем, из тех бесед, которые мы уже проводили, с переменой правления люди лучше не становятся. Если мы хотим действительно решать проблемы, мы должны их решать, прежде всего, начиная с самих себя. И вот такое отношение к исправлению мира, оно будет более правильным. А лжепророки — это те, которые говорили, что они могут разрешить все проблемы. Они предлагают счастье сегодня, сейчас, и если кто-то последует за ними, тот увенчается этим счастьем. Но плоды всех этих деятелей от политики, да и от религии, они оказались пустыми плодами. Христос говорит, и так по плодам их узнаете их. И далее, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи». Здесь мы видим, что имя Божие повторяется дважды, и Христос как бы указывает на многословие, молитвенное многословие, лицемеров, которые, как мы знаем из Нагорной проповеди, любили молиться на показ. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть для того, чтобы действительно угодить Богу, мы должны не только обращаться к Нему со словами молитвы, но и принимать нравственные решения какие-то в нашей жизни. И если мы обращаемся к Богу без покаянного чувства, которое предполагает возможные перемены в нашей жизни, то едва ли наша молитва будет услышана. О чем Христос далее говорит. «Многие скажут мне в тот день, то есть в день суда, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот здесь говорится, казалось бы, о чем-то совершенно невероятном. Даже на страшном суде они будут пребывать в иллюзии самомнения. Они даже там будут продолжать считать себя и пророками, и чудотворцами, и молитвенниками, когда будут спорить с Богом «не от Твоей воли именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и многие чудеса творили». И что же им ответит Христос? Читаем далее, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, если люди не принимают нравственных решений, то их религиозность представляется мертвой религиозностью, как в послании Иакова сказано, что вера без дел мертва. И далее, оканчивая Нагорную проповедь, Христос говорит, «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Здесь Христос говорит о том, что основанием нашей жизни и нашей веры должен быть сам Христос, ибо он и есть тот камень, созиждущий основание любого здания, без которого ни один дом не может устоять. И если мы на фундаменте евангельского откровения выстраиваем свою жизнь, это разумно. В противном случае все, что мы делаем, все, что мы созидаем, имеет основание песок. При первом каком-то волнении в мире природы, при нравственных каких-то катаклизмах, кораблекрушениях, мы можем потерять все. И в окончании Нагорной проповеди мы видим, какую оценку люди давали вот этим словам, возвышенным словам. Эта проповедь называется Нагорная, не только потому, что она произносилась на горе блаженства, но прежде всего, потому, что она возвышает наши души. Читаем. И когда Иисус окончил Слова сии, народ дивился учению его, «Ибо он учил их, как власть имеющей, а не как книжники и фарисеи». То есть он говорил «силой и с верою», а не гадательно, как книжники и фарисеи, которые запутались в тонкостях своих схоластических изысканий по поводу закона, что чистые, что нечистые. А Христос говорил ясно и понятно, называя вещи своими именами. Ахристос